Физкульт привет! Друзья и ученики и просто случайный зритель! Сегодня я подготовил для вас уникальную информацию. Настоятельно рекомендую тщательно изучить ее, ознакомиться с ней, а не просто прослушать и забыть. Ибо данный материал поможет вам в понимании важных нюансов и аспектов здоровой жизнедеятельности в целом и в ваших тренировках, каким видом физической активности вы бы не занимались. А если вы не из тех, кто нагружает себя физической работой, она сподвигнет вас изменить свое отношение к этому и поможет правильно начать тренировки, сохранив и улучшив ваше здоровье и качество жизни в целом. Многие видели видео, ролики, где доктора в медицинских халатах, сидя в кабинете с макетом позвоночника, рассказывают вам о том, как вредно может на вас сказаться нагрузка на позвоночные диски. В таких упражнениях, как экстензии и гиперэкстензии спины. Особенно при уже имеющихся проблемах с позвоночником. Обосновывая это тем, что мышцы напрягаясь и укорачиваясь, может негативно повлиять, употребляя такие понятия, как кефоз и лордоз, демонстрируя все это на макете в своих руках. Но это все чушь и ересь, мракобесие, если хотите. И сегодня мы с вами убедимся, что доктора по большей степени теоретики в данной проблеме и ничего в ней не понимают. А подобные ролики вызывают у меня ассоциации с рекламными роликами зубных паст и прочего. Когда актер наряжается в медицинский халат и вещает заученные тексты, ничего в этом не понимая. Актеру простительно, но не доктору, который, как и тренер, в первую очередь придерживается правила, закона, не навреди. Но это не оправдывает ту глупость, которую они несут в массу. Право говорить об этом. Ибо получив серьезные проблемы с позвоночником, как и все, обратился к врачу, врачам. И в течение трехлетнего периода лечения мне становилось все хуже и хуже, пока я сам не взялся за свое лечение и изучение данного вопроса. Со всех возможных и невозможных сторон. И, как вы уже знаете, успешно справился с задачей. Я не только восстановился, избавившись от жутких болей, но и вернулся к тяжелым приседаниям и становым тягам за 200 кг. При этом я не использовал никаких медикаментов, только доступное спортивное питание и упражнения. И, что самое важное, уже огромное количество людей получили пользу от моего опыта, которым я поделился и продолжаю делиться в своих статьях и видео. Давайте начнем разбираться. Во всем пошагово. И начнем с простых основ анатомии. Я уже говорил и писал о двух типах мышц. Фазических и тонических. И тот, кто читал мои статьи об этом или видел видеоролики, наверняка понимают и четко видят, насколько глупы заявления большинства докторов, запрещающих упражнения, направленные на проработку мышц позвоночника. Чтобы все было просто и понятно. Фазические мышцы используются для движения, а тонические мышцы – мышцы удержания. Мышцы, используемые для удержания, тонические, с эволюционной точки зрения, древнее. Они более выносливые и лучше снабжаются кровью. Естественно, медленнее устают. Но их главный минус то, что они склонны укорачиваться. Фазические мышцы, в свою очередь, быстрее устают, хуже снабжаются кровью и не склонны к укорачиванию, но быстро атрофируются, без регулярных тренировок. Тонические мышцы обладают способностью к длительному сокращению, при котором лишь часть волокон напряжена, а остальные расслаблены. Это приводит к некоторому сокращению мышцы без перемещения. При тоническом сокращении мышечные волокна функционируют асинхронно. Участки напряжения плавно чередуются с участками расслабления, в результате чего мышечное напряжение может поддерживаться в течение длительного времени. Тонические мышцы отвечают за позу, удерживают положение тела, то есть работают против силы тяжести. Они обильно снабжены кровеносными капиллярами, в них много митохондрий, а источником АТФ является аэробное кислородное дыхание. Это позволяет тоническим мышцам длительное время работать без утомления. Для них характерна низкая скорость накопления молочной кислоты. Располагаются тонические волокна в глубоких слоях мышц, конечностей и туловища. Преимущественно это короткие мышцы. В результате укоречения тонические мышцы при мышечной дисфункции происходят нарушения статики, сближения мест прикрепления мышцы и увеличения ее объема. Отмечаются и нарушения динамики, опережающие включение в движение. Фазические волокна характеризуются меньшим количеством митохондрий, в них относительно мало кровеносных капилляров. Источником энергии является АТФ, образующая в результате анаэробных бескислородных процессов. В ответ на раздражение осуществляется значительно более быстрое сокращение, чем у тонических волокон. Довольно быстро развивается утомление, а также кислородная задолженность. Фазические мышцы обеспечивают быстрое сокращение, и они важны для обеспечения быстрых амплитудных движений. Это преимущественно длинные мышцы. Располагаются они ближе к поверхности тела. Преобладают в мышцах, выполняющих кратковременные движения, например, в мышцах конечностей. При мышечных дисфункциях фазические мышцы, как правило, ослабевают, находятся в состоянии ослабления, утомления, растяжения мышцы. Это проявляется перерастяжением отдельных мышечных сухожильных и фасциальных волокон, сопровождаемое повышением порога возбудимости мышцы при ее активации. В результате расслабления фазической мышцы при мышечной дисфункции происходит нарушение статики, мест прикрепления мышцы, уменьшение ее объема в поперечном размере. Отмечаются и нарушения динамики. Мышца включается в движение с некоторым опозданием по сравнению с нормой. Фазическая мускулатура связана с корой головного мозга, что позволяет совершать сознательные подконтрольные движения. Тоническая мускулатура связана с более глубокими структурами, подкорковыми ядрами, мозжечком, средним мозгом. Если фазические мышцы перегружены, повреждены или утомлены, они переходят в состояние вялости, слабости или состояние релаксации. Фазическим мышцам не свойственно состояние спазма. Тонические мышцы на перегрузку реагируют сокращением, спазмом и болью. Очень важно укреплять фазические мышцы и растягивать тонические. Только так можно избежать мышечного дисбаланса, который влечет за собой основную проблему из-за укорачивания тонических мышц. Нарушается иннервация их фазических антагонистов, что приводит к еще большему усилению дисбаланса. Теперь вы понимаете, большинство причин болей в пояснице и в ягодице. Вот самый простой пример это поясничный отдел позвоночника и пресс. Мышцы, выпрямляющие позвоночник, поясничный отдел, являются тоническими, склонными к укорачиванию. А пресс относится к фазической группе, склонной к ослаблению. Зная эту информацию, вы уже будете понимать, что поясничный отдел позвоночника требует растяжки. Как раз той, которую я даю вам в своих рекомендациях по избавлению от грыж и протрузий. Точнее, от болей, вызванных ими. А пресс требует постоянной над ним работы. Только так можно исключить дисбаланс и развитие патологий и болевых синдромов. А если брать отдельно позвоночник, то здесь картина еще интереснее. Шейный и поясничный отдел требуют постоянной растяжки, являясь представителями тонической группы, склонной к укорачиванию. В то время как грудной является фазическим и склонным к ослаблению, требует постоянной проработки и адекватной нагрузки. Ниже в описании к ролику я приведу все мышцы и к кому они относятся. К тонической группе или к фазической. Вся информация выше была предоставлена не случайно и для более глубокого осознания того, что будет ниже. Как мы видим, мышца выпрямляющая позвоночник относится к тоническим, а значит склонна к укорачиванию и требует постоянной растяжки. Но так как она является еще и стабилизатором позвоночника, необходимо ее постоянное укрепление. В большинстве случаев по статистике причиной прострелов в пояснице, в подавляющем большинстве, является закрепощение коротких мышц вращателей, которые обеспечивают согласованность действий позвоночных суставов и мышцы, выпрямляющей позвоночник. Спина – задняя часть туловища от основания черепа до крестца. Спина подразделяется на три области – шейно-плечевая, лопаточная и поясничная. Основа спины – это позвоночник, который образует осевой скелет тела. Поясничным позвонкам приходится выдерживать большую нагрузку, нежели шейным, что и объясняет тот факт, что чем ниже расположен позвонок, тем больше его размер. Спиной мозг надежно защищен и находится внутри позвоночного канала, который образуется совокупностью отверстий в каждом из позвонков. В состав позвонков входит тело позвонка, дуга позвонка, позвоночное отверстие и три отростка, поперечный и суставной, соседние отростки которого, соединяясь друг с другом, образуют сустав. Суставные капсулы, внутри которых находятся миспожоночные суставы, имеют множество нервных окончаний, что является причиной сильнейших болей, из-за проблем в этой области. Передние и задние поверхности тел позвонков соединяются продольными связками. Передний и задний, которая снабжена большим количеством болевых рецепторов, и при давлении на нее из-за грыжи или протрузии, вызывает, естественно, сильную боль. Более детально я хочу остановиться на межпозвонковых дисках, так как это поможет нам с вами в понимании многих процессов возникновения проблем и как с ними бороться, а многим поможет избежать возникновения данных проблем в принципе. Межпозвонковые диски отсутствуют только между вторым и первым шейными позвонками, а также в копчике и крестовом отделе. С дисками та же ситуация, что и с самими позвонками. Чем ниже, тем толще. И размер они имеют тот же, что и позвонки, между которыми находятся. Фиброзное кольцо – наружная часть диска. Пульпозное ядро – внутренняя часть диска. Представляет собой желеобразную консистенцию, которая обладает способностью, благодаря биохимическому составу, связывать большее количество воды. Вода позволяет выступать в роли водяной, амортизирующей подушки, принимая на себя нагрузку и равномерно распределяя ее по всей площади диска. Но только когда позвоночник нагружен равномерно. А в современной жизни таких идеальных ситуаций встретишь крайне редко. Чаще нагрузка носит односторонний характер, заставляя ядро смещать и выходить за пределы диска через трещины в фиброзном кольце. Так как кровеносные сосуды в дисках отсутствуют, то питание осуществляется за счет жидкости, которая при снятии нагрузки с ядра насыщает его подобно губке. Естественно, при возвращении нагрузки жидкость выдавливается из ядра. Лучшим видом нагрузки, восстанавливающим и питающим диски, будет простая ходьба. При каждом равномерном шаге диски будут впитывать и выделять воду, насыщаясь питательными веществами. Как вы уже догадались, длительная неподвижность приводит к ухудшению питания дисков, особенно когда мы сидим, что в современной жизни занимает основное время, начиная со школьной скамьи, университета, личного и общественного транспорта, работы в офисе и так далее и тому подобное. Большинство людей не вспомнят, когда последний раз сделали больше ста шагов подряд. Теперь становится понятна причина такого резкого омоложения межпозвонковых грыж и протрузий, начиная уже со школьной скамьи. Задача родителя обеспечить ребенку адекватную физическую нагрузку. Не забывайте еще тот факт, что возрастные изменения снижают способность дыска насыщаться водой. И мы обязаны сами перед собой, перед своими близкими, заботиться о себе и о них. Но здесь затронем еще одну тему, когда вы идете в фитнес-клуб и начинаете ходить по беговой дорожке. Вы не помогаете себе, а наоборот ухудшаете ситуацию. И вот почему. Все очень просто. Если смотреть на это с точки зрения биомеханики, при ходьбе по полотну беговой дорожки изменяется естественная модель движения для ходьбы. Из-за того, что анатомия движения изменяется в сторону увеличения сгибания, что в свою очередь вызывает большее напряжение поясничной мышцы, анатомически так устроено, что нам необходимо отталкиваться от земли для продвижения вперед. Но при ходьбе по беговой дорожке, когда полотно движется нам навстречу, ноги прикладывают меньше усилия для отталкивания. Это сильно меняет ситуацию, смещая акцент движения на анатомически невыгодный и неудобный, когда нам приходится для предотвращения падения вперед приподнимать ногу перед собой в момент вышагивания. Биомеханика такого движения реально способна усугубить ситуацию с поясничным отделом позвоночника. По этой причине, как бы вам не было удобно и приятно ходить по беговой дорожке в вашем спортклубе или дома, прекращайте это делать и просто выходите на улицу. Меня удивляет, что до сих пор большинство фитнес-инструкторов и даже врачей ЛФК недопонимают значение поясничной мышцы и важности ее в здоровом состоянии нашего позвоночника. Ведь все настолько очевидно и лежит на поверхности, что только ленивый не может или не хочет этого осознавать или принять. Давайте, как всегда, разжуем все и переварим. Из-за того факта, что у подвздошной мышцы и поясничной мышцы общее крепление, появилось ошибочное мнение, что обе мышцы работают совместно. Вот один из ярких примеров знания и понимания, когда первое не гарантирует второе. Но это не так, и называть эти две разные мышцы подвздошно-поясничной – огромная ошибка человечества, приводящая ко многим проблемам. Наши асимметрические привычки влияют на эти мышцы по-разному. И работают эти мышцы по-разному. Хотя и в команде, как отдельные игроки, но не как синхронисты в бассейне. Приведу еще один малоизвестный широкий аудитории факт. Поясничных мышцы две – большая и малая. Но только у половины населения планеты есть малая. Несмотря на то, что большая поясничная мышца выглядит как одна длинная многосуставная мышца, диссекция показывает несколько иную ситуацию. Брюшко каждой мышцы содержит в среднем 11 пучков мышечных волокон с раздельным прикреплением к костям, где наиболее поверхностные пучки прикреплены к нижнему грудному позвонку, а остальные ниже – в разных местах поясничного отдела. А внизу они крепятся к бедренной кости. Кроме крепления на поперечных отростках некоторых позвонков, поясничная мышца прикрепляется напрямую к каждому межпозвонковому диску поясничного отдела. Общее количество прикреплений поясничных мышц – 22. По одному к каждому бедру и 20 креплений к позвоночнику. У поясничной мышцы два слоя. Поверхностный и глубокий. Между слоями проходит поясничное сплетение, состоящее из большого количества нервов, которые иннервируют поперечную и косые мышцы живота, тазовое дно, глубокие вращатели бедра и большинство бедренных мышц. В связи с большим количеством креплений поясничная мышца охватывает множество суставов и нервных сетей. Поэтому неудивительно, что она может быть виновником многих травм. Но как мы убедимся ниже, причина их в большинстве случаев является не физическая работа, а ее отсутствие. Здесь хочу привести один пример. Когда непонимание биомеханики приводит действительно к проблемам с позвоночником. От простых и, казалось бы, безопасных движений, которые даже в школе все мы выполняли, к сожалению. И нынешние школьники продолжают это делать. До сих пор. Речь идет о подъемах корпуса с закрепленными ногами. Я уже рассказывал об этом в работе о мышцах пресса, которую вы могли читать в статье за 2014 год в журнале «Железный мир». Но здесь расскажу подробнее. Все дело в том, что при подобном упражнении поясничная мышца сгибает нижние позвонки, одновременно разгибая верхние. Что создает сдвигающее движение и сильнейшую компрессию в поясничном отделе. А теперь представьте, как это упражнение убивает позвоночник после долгого сидения за партой или рабочим столом. И вам станет ясна и понятна картина, почему же в школном возрасте дети имеют диагноз межпозвоночных грыж. Если вы хотите иметь здоровую спину, то не должны допускать подобных движений вообще в принципе. Несмотря на то, что поясничная мышца принимает участие в сгибании бедра, ее основная функция – это стабилизация позвоночника, не позволяя позвонкам вращаться во фронтальной плоскости. Факт ее множественного прикрепления требует постоянной растягивающей работы для того, чтобы бедра, таз и позвоночник могли совершать естественные движения без болей и тем более травм. Мы с вами уже прекрасно знаем, что спазмированная мышца создает весь ворох проблем, а спазмируется она от недостатка работы, как при сидячем образе жизни, который превалирует в нынешнем современном мире, либо от чрезмерной перегрузки, что случается крайне редко. Как мы видим, гиперэкстензии, когда корпус закреплен, а двигаются ноги, создает профилактическое, защитное, барьерное для возникновения проблем или травм поясничного отдела позвоночника за счет компрессионного воздействия на сами позвонки и за счет расслабления мышц путем ее растяжения. Данное движение с гарантией убережет от спазма, создавая одновременно необходимое растяжение мышцы и нагружая ее посильной работой. Чем дольше вы сидите, тем больше укорачивается поясничная мышца и возникает спазмирование, которое вы прекрасно ощущаете, когда встаете после долгого сидения и начинаете движение, чувствуя сильный дискомфорт в пояснице. Также для поясничной мышцы будут полезны асаны из йоги, выпад или войн, катание на коньках или роликах, беговые лыжи. И как вы понимаете, если вы идете в спортзал после длительного сидячего образа жизни, разминаться на беговой дорожке или в сидячем положении только создаст большие предпосылки к возникновению проблем с поясничным отделом позвоночника. Грамотная работа при уже имеющихся проблемах или травмах не усугубит ситуацию, как пугают большинство врачей. Наоборот, снимут спазмы с мышц, создадут декомпрессионное воздействие на поясничный отдел, киперэкстензии, приведут поясничную мышцу в тонус. Неважно, в какую сторону у вас грыжа, укрепление мышц и их растяжение не создадут проблем, а наоборот, решат их, ибо поясничная мышца в здоровом состоянии это стабилизатор позвоночника, а отсутствие движения и адекватной нагрузки как раз таки и создает спазм и может только ухудшить состояние и увеличить болевые ощущения. И экстензии, и гиперэкстензии важны и необходимы как для профилактики, так и для лечения позвоночника, для его здорового функционирования, что практически доказано на моем личном опыте и опыте, последовавших моему примеру уже десяток, сотен людей разного возраста. Напомню еще раз, мышцы для движения фазические, для удержания тонические. И чтобы избежать мышечного дисбаланса, вследствие чего возникает множество проблем и травм, необходимо укреплять фазические и растягивать тонические. Ибо если вследствие дисбаланса укоротится тоническая мышца, это автоматически приведет к нарушению иннервации, нервной проводимости, ее фазического антагониста, что, как вы понимаете, повлечет усиление дисбаланса. Это как снежный ком, который не остановить, и он только будет набирать силу и скорость, и свою разрушительную мощь. Но как мы с вами уже понимаем, мы можем избежать всего этого, в принципе, и свести на нет проблемы, если они уже появились. Всего-навсего необходимо уделять должное внимание своему здоровью в целом и поясничному отделу позвоночника. В частности, сидеть как можно меньше. Если образ жизни вынуждает вести сидячий образ жизни, то каждые 20 минут сидения вставать на пару минут, выполняя растягивающие движения, либо просто походить. Выполнять гимнастику декомпрессионную каждое утро и вечер, как минимум. После силовой тренировки обязательно делать гиперэкстензии. До тренировки делать экстензии. Больше ходить пешком. И главное помнить, что тренируя поясничную мышцу, даже при уже возникших проблемах с позвоночником, вы только будете помогать своему организму справиться с проблемой. И никоим образом не усугубите ситуацию, так как данная мышца может навредить только, если ей не заниматься. Из-за чего она испазмируется, укорачиваясь. Экстензии и гиперэкстензии как раз таки убирают все эти проблемы в виде спазмов, укорачиваний, возвращая мышцы ее нормальное функционирование. Следующий вопрос, который вызывает множество споров и разногласий, это боль. И можно ли при ней выполнять упражнения? Об этом я расскажу вам в следующей части. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка, среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не тортались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok